С чего же начинается сколиоз? Ведь мы очень часто осматриваем детей, когда у них еще имеется аномалия осанки. Сколиотическая осанка. Я считаю, что мы рассматриваем сколиоз с того момента, когда начинается патологическая ротация. Когда он не может устранить, ребенок не может устранить эту патологическую ротацию. Если это так, то, во-первых, прогрессирует сколиоз не в 25% случаев, а всегда. Потому что патологическая ротация, если она превращается в сколиоз, она уже прогрессирует. Значит, нам нужно определиться, когда начинается сколиоз. Если практически все сколиозы прогрессируют. Ведь он может остановиться на 5 градусах, на 10 градусах, на 30 градусах и так далее. Но и до 5 он прогрессирует. Это интересный вопрос с точки зрения развития сколиоза. Вот с чего он начинается? Сейчас я попробую найти слайд. Пожалуйста, включите слайд. Глубоковажаемый Глубоков Владимирович. Нам улыбнулась удача. Вот честное слово. Нам улыбнулась просто удача. Когда нам удалось поставить на место, как раз тот период сколиоза. Когда поставить на место, найти место для того периода сколиоза. Когда еще нет ротации. Вот найти это место. Использование резерва физиологического кифоза. Вот это оказалось ключевым моментом. Сейчас попробую найти этот слайд. Уже рассматривая ротацию, торсию позвоночного столба. Как следую ищи этап. Вот этот этап, Эдуард Владимирович. Использован резерв физиологического кифоза. Природа она мудрая. Она заложила в этом кифозе не просто форму позвоночного столба. А тот резерв, который ей понадобится для ежедневного роста. Ночью растем, днем уменьшаемся. Ночью растем, днем немножко уменьшается позвоночный столб. Это физиологическое явление. Дети растут во сне. Вот найти это место этому процессу. И понимать, что он не безграничен. И когда он не безграничен, тогда наступает вот этот момент торсии. И когда выстроен логичный ряд между использованием резерва физиологического кифоза. И начинается торсия. Вот здесь начинается сколиоз. Все, он состоялся. Потому что следующий момент. Практически параллельно идет возвращение плечевого пояса в соосность. Это уже построено. Вот в этом моменте. Вот, Идуард Владимирович, где наша... Мы считаем, вот наша удача. Вы извините, я, может быть, буду придираться. Пожалуйста. И буду споить. Но я хочу, чтобы зал принимал в этом участие. Потому что тогда мы встаем на точку зрения, что любое нарушение осанки, и в том числе осанка плоской спины, это уже сколиоз. Нет, не все нарушения осанки одинаковые, они различные. Мы нашли семь групп вариантов нарушения осанки. Ну, а не все. Сейчас найдем этот слайд. Мы нашли семь вариантов нарушения осанки. Вот этот слайд. Норма, первая группа. Уменьшение физиологического грудного кифоза или увеличение лордоза. Усиление грудного кифоза. Изолированные изменения в горизонтальной плоскости. Изменения в горизонтальной плоскости. Изменения в горизонтальной плоскости. Усиление грудного кифоза. И, наконец, седьмая группа. Это трехлоская стадия формата. Вот три варианта нарушения осанных. Их нельзя объединять в одну. И каждый имеет в последующем свой итоговый результат. И мы считаем, что самые критичные, самые неприятные, это вторая группа, уменьшение грудного кифоза или поэстичный ладоз. И изменение в горизонтальной плоскости с сочетанием с увеличением грудного кифоза. Вот пятая и вторая группа. Вот они критичные. Они пойдут в сколиоз, они превратятся в очень высокой степени вероятности. Уменьшение грудного кифоза. Это очень сложный вопрос. Потому что когда смотришь танцоров, молодых балерин, то у них у всех плоские спины. Совершенно верно. И чем более они профессиональны, тем более они прямы. Совершенно верно. С плоскими спинами. И что же? Но мы же не будем считать, что это начало сколиоза. Но фактически они подходят по пятую группу. Я думаю, что это надо отнести к группе риска по сколиозу. Эти категории. Ну и потом просто практика показывает, что из Академии балета имени Гриппины Вагановой у нас очень много пациентов. У нас очень много этих девочек поступает. Ну, надо сказать, что они все ортопедические больные. Да. Пожалуйста, микрофон говорите. Извините. Вопрос. Скажите, пожалуйста, трехплоскостная деформация, это все-таки в это вкладывается момент ротации торсии? Или это как? Вот как это рассматривать? Если мы будем это рассматривать как торсию, тогда это уже сколиоз, а не нарушение осанки. Спасибо. Мне бы хотелось, чтобы вы улавливали наши мысли. И еще можно не совсем через глаза. Не надо путать процесс с явлением. Торсия – это явление, а процесс – это торсия. А процессы не работают. Извиняюсь, вот сейчас включили. Это другая вещь. То есть клиническое проявление процесса – это одна сторона, а сам процесс – это другая сторона. Сколиоз – это процесс. Это нарушение формы позвоночного столба, который включает в себя торсию, лордозирование и фронтальное искривление. Каждый из них является процессом. Мы каждый раз смотрим на этот процесс в какой-то момент. Это как кино. Каждый кадр статичный. А когда мы все кадры собираем, оказывается, этот процесс – видеть трехплоскостную деформацию. С малой выраженностью или с большой выраженностью. Мне кажется, что настолько много вопросов поднято, что если мы сейчас каждый начнем разбирать, то мы не закончим. Да, пожалуйста. И не будет возможности выступить постоянному оппоненту вопросов консервативного увлечения Михаила Георгиевича, которому я хочу сейчас предоставить слово. А Михаил Георгиевичу попросите здесь. Я пока в своем месте. Да? С тем, чтобы после выступления продолжить. Дорогие друзья, я думаю, что мы никуда не уезжаем, не убегаем. У нас целая неделя будет хорошей, хорошей, замечательной работе. Я рад вас приветствовать в России, где мы можем очень долго спорить, стукать кулаком по столу и оставаться блестящими друзьями. С чего мне началось? Поэтому я с большим удовольствием сейчас передаю... Пожалуйста, председатель. Да.